МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Белорусские деревни. Совершенно особый мир с большими хлопотами и маленькими радостями. Они похожи укладом жизни, но в каждой свой особый дух, свои обычаи, традиции, песни. И, конечно, кухня, которая может рассказать о духе народа порой больше, чем архитектура и живопись. Региональная кухня Хотимского района претендует на получение статуса и историко-культурной ценности Беларуси. В каждой деревне свои блюда. Незмысловатые и простые. Нынешние хозяйки помнят и хранят столетние рецепты своих мам, бабушек и прабабушек. Картофельные преснаки Надежды Лукьяновны Михейцкой из Липовки славятся на всю округу. Они чем-то похожи на привычные нам драники, только липовские оладушки хозяйка готовит из вареной картошки с мукой, крахмалом и яйцом. Вы часто вообще вот эти преснаки печете? А когда я надумаюсь, так и пяку. Я надеюсь, мне это все купленное. Так пяку свое. Вы позволите? Пожалуйста. Ну, трошки так вот. Вот так вот. У меня, конечно, не так получается ловко, как у вас, но я справлюсь. Вот так еще. А теперь можно его так порезать. Чтобы у нас получились оладушки. А то можно просто вот его взять и просто насковородую печку. С чем их вкуснее всего кушать? Скорее, конечно, вкусно со сметаной. Чтобы их у печки побыли, они намыкают печку, и чтобы они были очень вкусные. А если сальца еще сверху? Где же сальца, да мороженое. Ну, ставим печку. Нехай пячется. Долго они пекутся? Нет. Не долго. Может, минут 15. Вот так вот. Не с двух сторон обпяты и не быстро пекутся. Готово наше блюдо. Уже будем вытягивать его из печи. Вот, как. Ой, какие они. Такие красивые, желтенькие. Наши бульбяные ладки. Называли еще они у нас. И со старинушки еще. Вот, как наши пекли мама, баба, бабушки. И мы у детства научились, и вот мы их теперь пекем. Я к еду взять в баню. На пьякову, в сметану повезла. Я ешь, мне еще миску наварю, такие на молоке. И сумку набираю, и повезла. Есть у Надежды Лукьяновны и рецепт семейного блюда. Это гречаники. Очень похожи на обычные котлеты. Ингредиенты простые. Фарш, яйцо, лук и гречневая каша вместо картошки или батона. И все, заплачешь. Ах, хорошо. Это насморк пройдет. Особого секрета из своего фирменного блюда хозяйка не делает. Готовить гречаники научила и односельчан. Испечь их можно, конечно, и в духовке. Но испечки куда вкуснее. Это тоже мамин рецепт? Да, это тоже мама. Раньше же гречку мы сами сеяли. Просто сами сеяли, гречку сами сеяли. Пекли гречневые блины на мелочь. Гречку обдярут на мелочь. И пекли мы блины грецкие назывались. Тоже гречаники такие. Ну вот так цепляйте. Вот за этот рубежок. А еще родители Надежды Лукьяновны держали по 20 овечек в хозяйстве. Так что и гречки, и мяса хватало. Отсюда рецепт и возник. Ну, сочно получились. Такое чувство, что ешь котлету вместе с гречневой кашей сразу. Да. У меня две дочки, сын. И Коля мой сын живет в Борисове. Я что надумаю со мной звонить. И вот ему понравилось, и я ему все объясняю. И он это все делал сам. Все деревенское. Что делать? Мы в деревне выросли, родились. Ну, все по-деревенски так и делаем. Получается. В соседней с Липовкой Варваровке готовят крахмальную лапшу с молоком. Попробовать ее можно только здесь. Кстати, крахмал хозяйки не покупают. Делают сами. Картошку натирать вручную на самодельной терке. Я могу только предположить, что это, наверное, гвоздем, да? Да, гвоздем набито. Так интересно. Я никогда в жизни не думала. А он потом, когда высыхает, он становится рассыпчатым, да? Да. Становится вот таким. Вот тебе и производственный процесс. Ну, раньше зерна уже волю не было, а бульбы было полно. Бульбы делали. Что было больше, то и делали. Так, ну вот, крахмал у нас уже есть. Что мы дальше делаем? Идем водички сюда. Вот. Размешиваем. И кроме воды и крахмала больше ничего. Ничего. Из воды и крахмала хозяйки выпекали тонкие блинчики, из которых потом и нарезали лапшу. Кстати, она прекрасно хранится. Нина Парфеновна Макаренко вспоминает, чтобы накормить шестерых ребятишек, ее мама варила восьмилитровый чугун лапши, который съедали в один присест. Готовое блюдо очень похоже на молочный суп, который многим напомнит о детсадовских временах. Вы свое детство вспоминаете, когда готовите эти блюда? Всегда вспоминаешь. Всегда. Ну, готовили в праздники, на Пасху, на Рождество. Вот такие вот. В основном праздничные дни. По воскресеньям, ну, редко. Огостайтеся моим кушанью, лапшой. Знаете, это вкуснее, чем из магазина. Намного. Да? Очень вкусно. Не знаю, как вы определите. Потому что я питаюсь только то, что из магазина. Поэтому это вкуснее. Ну, а у нас свое все. А еще Хосимский район славится своим бесподобным хлебом. Здесь что не деревня, то рецепт своего каравая. И хозяйки, хосимщины, они сохраняют эти самые оригинальные рецепты, которые узнали еще о своих бабушек и прабабушек. Хранители старинных рецептов в основном женщины почтенного возраста. Анна Соловьева из другого поколения. Но бабушкину яичную врачону готовят регулярно. Рецепт ее простой, а продукты традиционно деревенские. Здесь такого секрета и нету. Затарится он просто. Из яиц, муки, добавлением соли. Ну и сало, конечно. Все по-белорусски. Да. Ой, какие они у вас яркие. На воле выхоженные. Куры ходят по воле. Травку клюют, зернышки клюют. Это блюдо готовила нам мама только по праздникам. Потому что раньше кур было в хозяйстве мало, а детей было много. Поэтому доставалось нам, радовались мы яйцу на Пасху. Вот. И у праздничный день. Можно я попробую? Можно. Только все это надо взбивать быстро, чтобы было пышно. Да, это не кухонный комбайн. Но зато душевно. Душевно, да. Когда приготавливаешь своими руками. В каждой деревне есть свои блюда. Кто-то изготавливает так. Потом кто-то что-то добавил немножко свое. Попробовали. Получилось. И дальше пошли. Так фантазировали наши бабушки. Без интернета и поваренных книг. Такую драчону изготовил мой сын младший. Четыре с половиной года. Первый раз. Включил сам газ. Меня не было. И он папу накормил драчоной. Да. Ну это ж вы ему, наверное, рассказали рецепт. Он видел, как делала старшая его сестричка. Дочка моя. Она от меня научилась. Спасибо какое. Приготовление этого блюда завораживает, что ли. Аппетитно шкварчит сало, островками выглядывая из ярко-желтой яичной массы, которая растет в сковородке буквально на глазах. За каких-то полчаса рождается маленький кулинарный шедевр. Делается легко, быстро, калорийно, питательно. Питательно, да. Приоттавливали эти блюда, ну, уже почти в последнюю очередь, потому что чугунов очень много стояло у печи. Варилась же бульбаш свинья, вот. Поэтому уже в последнюю очередь, когда жарок, на жарку все это затовлялось. Вот он, наша драчона. Вот теперь, как и раньше, брала мама нож и от середины нарезала каждому порцию. Драчона спряглась, говорят. Спряглась эта, сжарилась, подрумянилась. Она такая упругая. Упругая плотная. Чтобы наесться. Не просто пищу, проглотил ее пышное и не наелся. А это чашечка молочка и два таких кусочка, и вроде бы сытые. Да они вроде бы сытые. Совсем как в детстве. Вспоминаешь сразу своих бабушек, которых уже нет. Вот этот наряд от бабушки достался. Бабушка моя прожила 95 лет. Местная охотимская кухня имеет свои особенности. Во-первых, блюда простые в приготовлении. А еще это быстрая еда. Как лапуны, которые готовят хозяйки в деревне Клин. Вот так мы быстро все и готовим. Надо же бечь на работу. Скорее, натряпаем. Почему блюда назвали лапуном, местные хозяйки уже не вспомнят. Хотя и есть одна версия. Готовые лапуны детишки расхватывали мгновенно. Цап-лап. И нет их. Есть в лапунах один особенный ингредиент. Блюда это хозяйки частенько сдабривают веселой частушкой. На меня, что говорят, не умею лапун печь. Ох, диковина какая. На лупату даю печь. Вот это ваши знаменитые лапуны. Да. Да, да, да. Это лапуны. Кроме клинских лапунов, у местных хозяев всегда в почете были и драники. Правда, долго возиться с картошкой не всегда время находилось. Одежда, деточка, мы думаешь, чистили хорошо? Только трошечку, трошечку, пырябим, надярем. И смашно было. И, наверное, здорово и отъеду. И не болели. Я дарник наварит матка бульбы с квасолью. Приду с фермы, годов 14 мне уже было. Пыляжу цугун, ты уже пустой. Уже мне не матча. Я повыю, повыю, пойду на вечеринку. А любви мне своей позаба. Рецепты старинных блюд хозяйки потихоньку передают внучкам и правнучкам. И вполне возможно, гречаники, лапшу, дурачуну и лапуны можно будет увидеть не только на деревенских столах, но и в меню кафе и ресторанах, как традиционное блюдо национальной белорусской кухни. Редактор субтитров А.Семкин